Сегодня я решила вам продемонстрировать свой такой ежедневный ритуал ухода за кожей при помощи корейских средств, при помощи профессиональной корейской косметики, которую я использую и у себя в кабинете, со своими пациентами и также в домашних условиях. У меня много средств этой линии есть. И вот сейчас, когда на мне нанесен макияж, потому что я сегодня снимала какие-то материалы для онлайн школы, и конечно же первое, что рекомендуют делать корейские производители косметических средств, это качественное очищение. От этого очень много зависит, так как именно в процессе очистки можно, ну так скажем, не специально, но используя неправильные средства, нарушить эпидермальный барьер, пересушить кожу и сделать ее такой более чувствительной к воздействию внешней среды. Поэтому для того, чтобы сохранить баланс в нашей коже, сохранить ее естественное состояние, нужно качественно очищать. И первое, с чего мы начнем, это демакияж. Конечно, я уберу волосы, чтобы качественно все можно было обработать. И первое, с чего я начну, это молочко. Видно? Молочко для очистки кожи. Всегда, когда мы хотим убирать макияж, мы должны использовать гидрофильные средства. Гидрофильные средства, это не пенящиеся средства, которые обладают некой такой эмульгирующей способностью, жировой основой, которая растворяет наше собственное кожное сало. И таким образом бережно очищают остатки макияжа, смешанные с жировой основой макияжа, с собственным жиром. Ну, здесь я буду использовать, я немножко буду подглядывать составы, смотреть, потому что это наша новая профессиональная линия. Я сейчас тоже, как женщина и как профессионала, ее начала активно использовать. Это молочко для снятия макияжа. Сюда входит как раз жировая основа масла макадамии, экстракт скорлупы каштана японского, коры белой ивы, лотоса, плодов аниса, экстракта чайного дерева и пантенола. То есть, это такая, можно сказать, практически кремовая лечебная ухаживающая субстанция. Я люблю использовать профессиональные средства, еще и потому, что их надолго хватает, поэтому однажды, приобретя такой препарат домой, мы надолго себя обеспечиваем качественным уходом. Я наношу на всю кожу это молочко, немножко массирую, можно не экономить, препарата у нас много. То есть, вот таким образом, равномерно, практически как масочку наношу, обильно. И на веки тоже, но глаза я не буду стирать сейчас, чтобы не тратить время, чтобы оставаться красивой на видео. И, что важно, я сейчас оставлю молочко на коже на несколько минут, для того, чтобы оно поработало, растворило макияж, смягчило кожу. Опять же, Вы слышали, что очень хороший лечебный состав, ухаживающий состав, экстракты растений, масел, которые сейчас будут работать с поверхностью моего эпидермиса. Чем я сейчас займусь? Как Вы видите, у меня сейчас нанесена помада, это стойкая помада. И ее, ну, соответственно, конечно, не очень легко стереть, просто водой или даже каким-то пенящимся средством. Для того, чтобы удалить стойкий макияж с губ и в том числе с глаз, с век, я буду использовать специальный ремовер. Ремовер, он так и называется, ремовер для век и губ. Очень удобно. Я также использую это средство для такого экспресс-демакияжа у своих пациентов, когда у меня нет возможности молочко нанести или несколько средств очищающих, не так, как в домашних условиях, когда у нас это целый ритуал, а когда нужно просто быстро, не раздражая кожу, удалить макияж. Дело в том, что, конечно же, перед процедурами, инъекционными процедурами в косметическом салоне, мы обязательно должны качественно кожу очищать. И демакияж нужно делать специальными средствами. Вот такой ремовер может быть экспресс-вариантом для быстрого, безопасного для кожи, не нарушающего эпидермальный барьер демакияжа. Уже после этого, видите, как я быстро удалила такую стойкую помаду яркую, очень качественно, без остатка. И в дальнейшем уже обработать лицо антисептическими средствами и подготовить кожу к инъекционным методикам. Сейчас я буду удалять остатки молочка. Обычно я использую для этого ватные диски, смоченные в воде. Таким образом. У меня был нанесен биби-крем. И вот вы видите, все, разумеется, у меня сейчас остается на спонжах. Вот так вот хорошо все очистили. Вот чем мне нравится корейский подход, то что многоступенчатая система ухода в домашних условиях приводит к тому, что вы, по сути, получаете такой практически профессиональный уход за кожей в домашних условиях. Именно поэтому сейчас я хочу использовать еще у меня есть прекрасное средство. Это пилинг. Такой гель-пилинг с частичками вулканической пыли, который будет очень хорошо подготавливать еще дополнительно кожу, отшелушивать. Вот такая бутылочка 100 мл. Это для домашнего применения уже средство, потому что его много не надо. Конечно, такую большую бутылку мне одной не нужно. И перед тем, как нанести маску, следующим этапом у нас будет маска, я наношу такой кремовый гель, особенно кремовый пилинг, который как раз подходит для кожи более сухой. Так как у нас сухой климат, и у возрастных женщин кожа становится обезвоженной, то, конечно же, хочется ее не только отшелушить, но и при этом увлажнить, подпитать. Он такой достаточно питательную консистенцию имеет. И долго не впитывается, не высыхает, то есть можно достаточно длительно, так вот бережно, щадяще массировать кожу и отшелушивать все мертвые клетки, при этом одновременно и ухаживать за кожей. Тоже очень богатый состав, владает отбеливающим противовоспалительным действием, очень хорошо смягчает поверхностные слои кожи. Сейчас у нас будет сезон пигментации, сезон инсоляции, поэтому, конечно же, вот такой тщательный уход, уже без какого-то агрессивного воздействия, но при этом поддерживающий правильный баланс отшелушивания клеток с эпидермисом, с поверхности кожи. И сразу у нас очень такая... То есть по сути, по своему эффекту, он напоминает скраб и маску одновременно. То есть вот сейчас у меня такое ощущение, что мне даже маска будет не нужна, и я этот пилинг, если делаю, но тоже время немножечко как-то экономлю, иногда лень, я просто уже после пилинга, вот в таком состоянии, оставляю еще на 5-10 минут кожу, и уже смываю, если есть возможность, чуть позже. То есть использую его как такое средство двойного эффекта и пилинг, и маску. Очень хорошо напитывает, ухаживает за кожей. После того, как пилинг немножко побыл на коже, его нужно смыть водой, или смоченным полотенцем, или спонжами специальными, то есть удалить все остатки. У меня сейчас очень хороший торгер, прямо кожа моментально реагирует на эту процедуру, на этот препарат. Ну, в любом случае, я думаю, что вы тоже убедитесь в этом, когда попробуете. Следующее средство будет эта маска. Я сейчас ее открою. Вот, открыла. Это кремовая маска. Вот, смотрите, она такого розового цвета. Это маска с клубникой, с экстрактом клубники. Он у нас богат специальными пектиновыми волокнами, красным ликопином, которые помогают укрепить клетки, кровеносные сосуды, замедлить старение. Но даже этот эффект, это, наверное, такой бонус, потому что пахнет она клубникой, очень приятной такой консистенцией, напоминает такое кремовое мороженое. И действительно будет поднимать вам настроение, залог положительных эмоций, можно делать после работы или в выходной таким вот обильным слоем кремовая маска. В такой баночке пол-литра ее хватит вам надолго, можно не экономить, себя побаловать, нанести и на зону второго подбородка, и на шею эту маску. Даже можно, если вдруг ничего не оказалось под рукой, использовать ее в небольшом количестве, как крем. Но ее воздействие достаточно интенсивное, может немножко кожа покраснеть, потому что сосуды обычно на маске реагируют притоком крови, это все-таки более интенсивный уход. Но в небольших количествах, если нанести, то этот эффект не будет таким сильным. Поэтому маску обычно не больше получаса нужно держать, иногда можно чуть дольше, но опять же смотреть по состоянию кожи. Эти маски есть разные, с разными экстрактами, с разными компонентами, есть с зеленым, с чаем, с лимоном, то есть это целая серия. Очень удобно, очень недорогое средство, при этом очень эффективное. Я уже не раз пользовалась этой маской, и я наблюдала эффект, очень приятный для меня. Опять же, вот этого, такого глубокого увлажнения и смягчения кожи. У кого сухая кожа, я думаю, что вы поймете, как это важно. И именно вот пациенты с сухой кожей, с возрастной кожей, очень быстро чувствуют косметический эффект, даже после одного применения. Ну, после того, как маска впиталась, мы ее смыли водой. Очень приятное ощущение такой напитанности кожи. И сейчас мы начнем этап ухода, именно уже, который мы смывать не будем. Очень интересно, удивило меня это средство. Это гелевый тоник, тоже в больших есть объемах. Гелевый тоник напоминает по консистенции сыворотку, то есть вот такой, видите, да, как бы достаточно густой, практически как сыворотка, тоник. Он подходит как раз для такой вот сухой чувствительной кожи. Что там в составе? В составе используются галатомицеты, это такие рисовые дрожжи, которые получают и используют для создания рисовой водки, алкогольных таких напитков, корейских и японских. И вот эти галатомицеты ферментированные, то есть в составе этого гелевого тоника оказывают такой вот максимальный стимулирующий эффект. Эффекты оказывают отбеливающий, очень хороший освежающий эффект. И по сути этот гелевый тоник как полноценная такая сыворотка на основе галатомицетов, такой активной дрожжевой субстанции, поэтому мы наносим его равномерно, можно немного больше, чем сыворотку, для того, чтобы кожа напиталась. И как раз в системе корейского ухода нужно наносить несколько этапов, чтобы эффект был похож на профессиональный, который мы получаем в салонах красоты, когда делаем такой вот многоэтапный уход профессиональный, нужно придерживаться такого же принципа. В домашних условиях обязательно наносить не один крем, а тоник, либо жидкий, либо гелевый, либо различные скины, которые тоже носят такую более густую гелевую консистенцию, а затем наносить какую-то сыворотку. Мы сейчас к этому этапу подойдем, и только после этого крем. Вот я сейчас чувствую, что у меня такой идет приток крови, как будто бы действительно расширяются дермальные сосуды, такое приятное ощущение тепла. Далее мы будем использовать различные эссенции. Вот у меня есть три, это как бы вот я выбрала для себя три вида. Какие я выбрала? Их гораздо больше в линейке. Это самая такая, можно сказать, концентрированная и дорогостоящая, это с золотом и экстрактом черной икры. Ну, уже по составу понятно, что это можно предлагать более таким заскательным клиентам и более возрастным женщинам статусным. Также мне еще нравится с коэнзимом Ку-10 сыворотки, потому что коэнзим Ку-10 традиционно входит во многие косметические линии корейские, под линии разных брендов, потому что это действительно хороший антиоксидант, противовозрастной компонент, поэтому очень много на корейском рынке можно найти таких средств. Вот с экстрактом черной икры сыворотка действительно немножечко такой цвет имеет, такой сероватый, да, ну как бы вот более такой темный, но полупрозрачный. И я выберу ее для того, чтобы после тоника уже можно немножко подольше подождать, сделать интервал между этими двумя средствами, чтобы лучше впитались. Сейчас я нанесу, они даже если перемешаются немножко между собой, в любом случае, это все равно добавит эффекта. Обратите внимание, обязательно, когда вы наносите эти средства на все лицо, я не очень люблю наносить средства для век, это еще больше удлинит мой уход, поэтому наношу средства для лица и на веки. Но у кого более серьезные проблемы с кожей век, так как у меня их сейчас пока нет, уже я их откорректировала, и при помощи нити в том числе, я использую то, что наношу на все лицо. Обязательно не забывайте прорабатывать морщинки и область перед ухом, область за ухом, заднюю поверхность шеи, и, конечно же, декольте. Также остатки средств можно наносить на руки, это всегда экономит средства и какие-то излишки можно удалить. Еще мне очень нравится такая эссенция с морским коллагеном, потому что действительно морской коллаген, полученный из различных морских существ, он богат аминокислотами, которые очень хорошо, глубоко проникают в эпидермис, а это состав натурального увлажняющего фактора, то есть длительное поддержание водного баланса в эпидермисе очень хорошо тонизирует его. Что-то из таких эссенций можно подобрать. И еще несомненным хитом нашей линии является вот такая сыворотка, это уже серум. Предыдущие средства носили название эссенции, они более легкие, достаточно недорогие для ежедневного ухода. А если мы решаем более серьезные проблемы, тогда мы используем сыворотки. Либо можем нанести на проблемные участки еще дополнительно и сыворотку. Но так как я уже наносила маску и использовала пилинг такой кремовый, мне этого вполне достаточно, моя кожа напитана. Но вот сыворотка или серум с витамином С это очень хорошее средство. И называется это двойной эффект, потому что это эффект и отбеливающий, то есть устраняет пигментацию. И при этом очень хороший, такой омолаживающий результат улучшает обменные процессы как бы в коже. Тоже имеет вот такую консистенцию гелевую. И при помощи пипеточки можно соблюдать стерильность из этого средства очень удобная такая профессиональная упаковка в темном стекле. 100 мл хороший объем хватит надолго для того, чтобы почувствовать эффект в домашних условиях. Ну и завершающим этапом будет нанесение крема. Это тоже профессиональная упаковка 250 мл. Есть баночки для домашнего ухода по 100 мл. Если вы хотите купить два средства, то лучше брать баночки поменьше, чтобы они у вас успевали уходить. Но так как я люблю наносить крем еще и на шею, на декольте широко, я беру вот такие большие упаковки. И мне еще нравится, что здесь дозатор, что не нужно использовать шпаты для того, чтобы достать крем. Я использую крем, концентрированный, с коллагеном и с пептидами. Очень хороший такой состав. Он по консистенции достаточно легкий. Если вы его нанесете один на лицо, без каких-то предварительных сывороток и увлажняющих компонентов, может показаться немного, что не хватило. Но для людей с жирной кожей, может быть, это будет и нормально, как бы, в общем-то, понравится, потому что сейчас впереди лето. И, конечно же, летом хочется более такой легкий уход. Использовать этот крем с легкой текстурой вполне может вам понравиться на летний период, а также для тех, у кого жирная или смешанная кожа. Всегда остаточки я наношу на руки, немножко массаж делаю. И еще хотелось поделиться таким небольшим лайфхаком, которым я тоже пользуюсь. Не часто, но когда есть время, вечером, обычно, после такой вот, после принятия ванны, нанесения всех препаратов, я уже поверх кремов наношу ненадолго, где-то на полчасика пачи. Для чего это нужно? Для того, чтобы создать лучший эффект впитывания, некий такой парниковый эффект. Кожа век очень тонкая. Здесь трофические функции, то есть кровообращение более слабое, то есть более медленный кровоток, поэтому питательных веществ к коже век приходит меньше. И уход за кожей век, так как я крема для век не использую, должен быть более интенсивным. Поэтому считайте, что это такая дополнительная масочка для век уже поверх средств. Особенно, если они у вас через какое-то время немного подсохли, вы наносите любую сыворотку, крем, какие-то средства для век и сверху патч. Для того, чтобы обеспечить локое проникновение, более благоприятное такое воздействие, усилить, спотенциировать эффект косметических средств. И вот патчи у нас здесь могут применяться не только как монотерапия, но и как дополнение, как завершающий такой этап после того, как вы нанесете все средства. Надеюсь, вам мои советы будут полезны, и вы станете такими же поклонниками корейских линий, как в домашнем применении, так и в профессиональных, и будете получать здоровый цвет лица, здоровую кожу в любом возрасте. Буду рада отвечать на ваши вопросы. До встречи! Паша и Юлия!